Казанские красные автобусы в скором времени, возможно, нечем будет ремонтировать. Непредсказуемый курс рубля вынудил поставщиков пойти на крайние меры. С 16 августа мы заключили договор на поставку запасных частей. И вот уже пришло письмо тех, кто нас должен снабжать по конкурсу, который выиграли. Уже пишут, что они не могут поставлять по этим ценам запасные части и уже отказываются от поставок. В 4-м ПТП успели закупить запчастей, которые должно хватить до февраля. Если ситуация не будет урегулирована, автобусы начнут сходить с линии. Если большую часть запчастей автобуса можно как-то подшаманить, исправить и запустить в повторное использование, то есть и такие детали, без которых жизнь автобуса невозможна. Например, вот эта часть тормозной системы называется трещотка. Если она сломается, а заменить ее будет нечем, автобус придется просто снимать с линии. Кроме того, проблема запасных частей и ремонта бумерангом ударила по другой жизненно важной сфере. Уже третий конкурс по поиску страховой компании, которая предоставит полисы ОСАГО, не находит желающих принять в нем участие. Страховщики не могут посчитать, во сколько обойдется ремонт машин в случае ДТП. В феврале месяце мы уже рискуем остаться с тем, что мы не имеем права выпускать автобусы на линию, так как страхование заканчивается. При этом транспортники ведут решение проблемы с повышением платы за проезд хотя бы до 23 рублей. Соответствующая заявка была подана в комитет по тарифам еще 2 декабря. Правда, пока цена проезда остается прежней. Перевозчики обращаются, обосновывают свои затраты, предоставляют целый перечень документов. Что касается данного обращения, там не представлены определенные документы, сейчас мы эти документы запрашиваем. Соответственно, в этом году говорить о каком-либо повышении тарифов не стоит. Специалисты видят два решения проблемы общественного транспорта. Это либо субсидирование, что вряд ли возможно в условиях текущей финансовой ситуации, либо повышение тарифов, вопрос о котором будет рассматриваться сразу после того, как транспортники и исполком Казани предоставят все необходимые обоснования. Александр Стритников, Максим Зуяков, телеканал «Эфир». Субтитры создавал DimaTorzok